Добрый вечер! На просторах всех телеканалов сейчас очень активно обсуждают это убийство такого человека как Моторола, более известного как Арсен Панов, главарь подразделения боевиков Арсений Павлов, глава подразделения бойцов Спарта. Будем обсуждать каким образом это произошло и кто за этим стоит. Также, естественно, поговорим и о городских проблемах подготовки к отопительному сезону, на каком она уровне. Обсудим состоявшийся суд Александра Орлова сегодня и поговорим непосредственно, возможно, с самим Александром по поводу этого всего. Ну и, конечно же, поговорим о итогах работы премьер-министра Владимира Гройсмана. Уже полгода он занимает эту должность. Что удалось сделать за это время? Все в нашем трехчасовом эфире. Ну и топ-тема вчерашнего и сегодняшнего дня – это громкое убийство полевого командира, символа, лидера и, я бы даже сказала, источника донбасского сепаратизма Арсения Павлова, в народе более известного как Моторола. У нас в гостях Иван Киряк, экс-боец полка «Азов». Здравствуйте, Иван. Здравствуйте. Ну вот как-то принято, что ли, радоваться тому, что Моторола больше не числится в живых? Ну, как радоваться. Есть еще много тоже других людей, таких же, как и Моторола, которые поднимают там дебоши, стараются что-то сделать, вреда больше нанести людям, подносить это, что они восстанавливают непонятное государство, никому не принятие, отдельную республику. Ну вот среди бойцов того же «Азова», какие о нем слухи? Вот отважный боец, некоторые говорят, некоторые говорят там трус. Ну, как сказать, так, как рассказывал наш беспосредний командир, когда в 2014 году он попал в плен, то по внешнему виду, так, как себя он ввел, то не могу я сказать, что он сильно отважный боец. Когда его уже поменяли на наших пленных, то после того, буквально через піврока, уже начала появляться в нем информация, что непонятно откуда появился Моторола. Ну, конкретно вы с ним никак не пересекались. Вы пришли уже непосредственно в полк АЗОВ после того, как его обменяли, да? Да. Что говорили люди, которые с ним каким-то образом были знакомы? Ну, знаете, у нас принято многословно об этом не рассуждать. Так можем перекинуться двома словами. Так, как сказал командирка, жаль, что надо было его еще пристрелить там на месте, было бы меньше проблем. То есть командир к нему питал определенные неприятные чувства? Ну, как неприятнее. Так, как на то время все только начиналось, никто не знал, ну, все только училось, и каждый учится на своих ошибках. Так, как взял его в плен, никто же не знал, что из ничего появились такие непонятные командиры. А вот давайте все-таки посмотрим небольшой видеоматериал, откуда появился Моторола, посмотрим и вернемся к обсуждению. Давайте. Арсений Павлов. Арсений Павлов. Он второй раз женится на Елене Каленкиной, активной стороннице террористов из Славянска, однако официально так и не развелся со своей первой женой из России. Пара повенчалась в оккупированном Крыму. Известно, что на свадьбе жених и невеста были вооружены пистолетами. Свидетельство о браке молодоженам выдал тогдашний так называемый народный губернатор Павел Губарев. Уже в августе Моторола засветился в боях по тыловайскам. По сведениям украинской разведки, имел тесные связи с российским куратором боевиков Владиславом Сурковым. Был отмечен в жестоких убийствах украинских военнопленных, в чем признался в одном из интервью. 16 октября 2016 года убит в лифте собственного дома вследствие взрыва дистанционной бомбы. Иван, ну на ваш взгляд, насколько возможно это проникнуть в очень охраняемое здание? Насколько известно, Моторолу охраняло всегда большое количество боевиков. Возможно ли проникнуть в здание и установить взрывчатое вещество в лифте? Да, масса охраны, видеонаблюдение, по сути, режимный объект. Вероятность, если действительно факт есть его гибели, то его прибрали только свои. Вы сомневаетесь, что... Сомневаюсь, дуже сомневаюсь. Ну, это уже не первая информация, что он погиб. А уже как-то была информация, что он убит? Неоднократно была, поднималась на фейсбуке, что погиб, что, ну... Буквально проходило 2-3 недели, опять он всплывал где-то. Ну вот смущает, что это то, что дата похорон не назначена до сих пор. И, в общем-то, по тем обнародованным останкам, которые появляются в СМИ, информация, фотография, ну, очень сложно понять на самом-то деле, кому принадлежат останки. Это, во-первых. Во-вторых, исходя из информации, которая у нас есть, в суд медэкспертизу также не попадал человек по имени Арсений Павлов. То есть вопросы остаются, опять же, главный вопрос, мертв он или жив, он остается. Ну, даже если программировал взрыв, так как вылаживают информацию о остатке тела, по-любому тело лишается больше. Даже при взрыве танка или БМП, что когда взрывается боекомплект, лишается части тела больше. Сомневаюсь, что не очередной фейк. А кому он выгоден, как вам кажется? В зависимости, какие у них там планы, что планируют дальше. Тут же, ну, все делается. Кто именно планирует? Россия, ДНР, ЛНР там. Возможно, появилась необходимость на эту должность поставить людей более, скажем, компетентных и квалифицированных, потому что есть большие вопросы по поводу того, решал ли Моторола какие-то серьезные вопросы. Просто он был медийным лицом, мы это видим. Он там играл в свадьбы, носил автоматы и там как-то послание на Ютуб записывал для украинских военных. Можно так сказать, что он был кукольным мальчиком. Ну, на ваш взгляд, смена кукольного мальчика происходит сейчас? Или все-таки происходит что-то, что еще непонятно и чего следует ожидать в ближайшее время? Ну, сейчас даже не могу сказать, потому что, ну, сейчас там обстановка накаляется по всей линии фронта. И непонятно, что вообще происходит. Так как, ну, с кем общаюсь, с сослуживцами, пока все печально. А где именно обостряется сейчас? На какой линии конфликта? Мариупольское направление. С чем это связано? Объясняется или пока непонятно? Пока непонятно, с чем объясняется. Так как наш президент не может определиться, чи выполнять Минские договоренности, они там занимают позиции. А почему вы так считаете, что он колеблется? У него позиция точная, четкая. Ну, то они выполняют Минские договоренности, то подводят тяжелое оружие, то уводят. То есть вы считаете, что Украина не соблюдает Минские договоренности? Они подвели, ну, за моих полтора года, сколько я был там, никто не это особо не использовал. Минские договоренности и все. Запрещено. Так как мы стояли даже сколько на передове, пришли в Минские договоренности, у нас бьют тяжелые артиллерии с 152-ми снарядами, а у нас тяжелые пулеметы, потому что остальное все отвели за 100 км. Ну, вы отвечали? Ну, так украинская сторона выдерживала Минские соглашения? Да. А сторона агрессор? Редко было. Так, как было по статистике, что если у них ивакансия от 300-200, они запрашивают ОБСЕ, полный режим тишины, приезжает ОБСЕ, контролирует. Наши запрашивают, чтобы вывезти 200-300. Никого это никогда не волнувало. Я предлагаю вам и телезрителям посмотреть прямо сейчас топ высказываний Арсена Павлова, что он говорил, и самые знаменитые из того, что фразы, которые он сказал, мы можем сейчас услышать. Пожалуйста, покажите. Вот вас обвиняют в убийстве киборга Игоря Броновицкого. То есть это ка**о? Да не ка**о вообще, в чем меня обвиняют, веришь? Нет, не ка**о, я 15 кремок расстрелял. Я вообще ка**о без комментариев, ка**о. Хочу убивать такие. Или просто мясо, которое присылают нам украинские войска. В больших количествах поставляют в аэропорт. Приезжают на бронетехники, привозят их. Мы им даем пи**о. Их опять оттуда вывозят. И так происходит каждый божий день. Если бы они там находились постоянно, просто каждый день проводят им ротацию. Ротацию, потому что каждый день они умирают. Большими партиями. Да, большими партиями. Ну, в принципе, укропа там много. Мы можем шинковать укроп до того. Даже если нас не станет, придут на наши места другие люди и будут продолжать наше дело. Иван, ну, собственно, вам угрозы, вам предупреждения со стороны Моторолы, не знаю, мертвого, живого. Вас как-то трогали вот эти видеообращения? На вас же рассчитаны? Да, чего бояться? Пускай приходит и скажет лично в глаза. Можно выступать много чего, давать разные интервью. Он себе сделал это через журналистов, через телекамеры. Что вот я такой боец. Ну да, по сути, простой бедный автоматчик. Такое воплощение, видимо, российской мечты, которая по призыву Путина идет воевать на чужую территорию, на чужую землю. Просто хорошо раскрутили, подали в правильном виде. О том речь, как много людей из Российской Федерации, его возраста или просто, скажем, вероисповедания, как много людей пришли и воевали, и убивали украинских солдат? Ну, точно сказать, не могу. Ну, по статистике видно, коли воюет местное население, и когда воюют профессиональные русские военные. Потому что русские военные воюют точно по книжке. Даже тот самый обстрел артиллерии, они воюют чисто по книжке. Прости человек без соответствующего подготовки, конкретно по целях, по квадратах, так скорректировать артиллерию, и чтобы перекапывали метр в метр. Ну, нереально. Все учатся годами. Но он профессионал Моторола. Профессионал был, есть. Ну, я же говорю, я лично не встречался. Ну, что-то я сомневаюсь. Мне больше кажется, его раскрутили как медийное лицо. А на ваш взгляд, зачем нужно раскручивать такое медийное лицо, которое вот так высказывается в виде оскорблений и прочего? Ну, так как говорится, везде нужен свой герой. Для них это герой? Да. В них своеобразно, для них это все. Вот человек то-то-то сделал. Он старается организовать непонятную республику. Все, чтобы людям больше забить мозг. Вот, Иван, скажите, неужели мало было среди донецкого населения, ну, хотя бы один, наверное, человек точно нашелся, который мог бы взять на себя вот эти обязанности полевого командира. Почему это должен был быть гражданин Российской Федерации? Это случайность? Или вот просто реально не было людей на местах, которые могли бы эту функцию выполнять? Как вам кажется? Сомневаюсь, что не было людей. Скорее всего, его просто прислали сюда. Конкретно поставили задачи. Там же никто никого не спрашивает. Приехал человек, потому что много из Донецка, из Луганска людей, которые воюют за Украину. Так, как Россия. Там никто никого не спрашивает. Пришли, сказали, вот то-то-то, делайте. И все. Скажите, как отреагировали вы и ваши побратимы, когда вы услышали о том, что вот возможно все-таки смерть этого человека? Ну, скажу так, он легко отделался, если погиб. Ну, каким-то образом это порадовало? Вот ваши отношения, чтобы понимать. Или вы спокойно совершенно к этому вопросу? Вы спокойно совершенно отнесся. Порадаю его не тогда, когда это все закончится. Вы появились на Украинском фронте в 2015 году. Расскажите о ситуации дел того времени и сейчас. Сейчас вы не находитесь в зоне АТО, вы сейчас не находитесь в полке. Вы экс-боец. Так. Давайте проведем некоторую такую параллель между тем временем, когда вы были там и сейчас. Ну, я прийшел в Азове при начале широкинской операции. Я прийшел 8 лютого, а 12 началась операция. То есть вы еще 4 дня, как только свежеприбывший человек, да? Тоді было все проще. Тоді стягнули під Мариуполь. Много идут живые силы. Там багато при широкинской операции, кто участвовал. И Збройные силы, и Национальная гвардія, добровольчие полки. В течение, считайте, 14 числа ночью полностью широкином заняли наши. Иван, предлагаю подключить к нашей беседе нашего киевского корреспондента. Это Лилия Априль. Лилия, ты в эфире. Плохие наушники. Добрый вечер студия, добрый вечер телезрители Томская ТВ. Я хочу напомнить, что вчера в Донецке вечером произошло убийство лидера террористической группы Арсена Павлова, более известного как Моторола. И несмотря на то, что не прошло и суток, а событие уже обросло сплетнями, слухами, сомнениями. Поэтому мы попросим откомментировать случившееся редактора «Цензура.нет» Юрия Бутусова. Юрий, добрый вечер. Добрый вечер. Какое ваше мнение? Это факт убийства или многие говорят, что он жив? Что вы думаете? Я сейчас сужу по сообщениям, что в Российской Федерации были сделаны российскими спецслужбами, представителями на оккупированной территории. Это Захарченко и другие бандиты, которые заявляют об убийстве Моторола. Также убийство Моторола подтверждено. Оборвалась связь, подсказывают нам. Надеемся подключить еще раз Юрия Бутусова к нашей беседе. Но вот также есть сомнения, вероятно, и в Киеве по этому поводу. А как вам, возвращая Моторола на связь, или это в эфире? Действительно, он был самым титулованным и награжденным более всех полевых командиров российских боевиков. Это во-первых. Во-вторых, Павлов был близким другом главы ДНР Захарченко, ставленника российских спецслужб. Снова, вероятно, у нас помехи на связи. Но вот последний тезис был другом Захарченко. Захарченко... 19 сентября. Захарченко. И был связан с работой по теневым финансовым потокам, который выкачивался из Донбасса. И вот не прошло и месяц, как был уничтожен Арсен Павлов, руководитель близких Захарченко. Большая часть всех отрядов боевиков на Донбассе сведена под руководством российских генералов, российских военных непосредственно в составе 1-2-го армейских корпусов. Батальон «Спарта», «Моторуны» всегда был несколько... Сорвалась связь опять. Предлагаю в продолжении темы, пока у нас налаживается связь, послушать комментарии Александра Захарченко, собственно, главаря боевиков ДНР. Давайте послушаем и вернемся. Я хочу теперь обратиться к военнослужащим Украины, к Службе безопасности Украины, к Главному управлению разведки. Уважаемые друзья, товарищи, сволочи и негодяи, ходите теперь и бойтесь, потому что для нас смерть – это не обычный вызов, это вызов всей нашей республике. Все офицеры, подполковники, майоры, которые действуют на нашей территории, все ваши агенты, семьи, сегодняшнего дня находятся вне законов. Не только здесь, а еще в Житомире, в Киеве, в Харькове, в Днепропетровске. И еще вам скажу, когда мы придем к вам домой, никакой пощады вам не будет, поверьте. Я так понимаю, Патрисович Порошенко нарушил перемирие? И объявил нам войну? Ну, теперь ждите. Ну, вот услышали… Ну, вот лектика типичного, на самом деле, не знаю, возможно, это моя личная оценка, типичного террориста и поведения, собственно, тоже. Вот прозвучала фраза «бойтесь». Боитесь вы лично? Нет. За Украину, за жителей Украины. Возможно ли перспектива терактов на мирных территориях? Ну, теракты – это зависимость, как будут працювать наши спецслужбы. Ну, пока вроде справляются, но есть тоже нюансы. Ну, то, что угрожают, они уже давно угрожают, что будут приходить домой. Есть специализированные сайты их, где украинские военные все под грифом «каратель» будут уничтожены. Это все уже заведено, существуют реальные папки, реальные дела? Просто сайты есть в интернете, пропечатываешь, заходишь, убиваешь фамилию, если человек есть, сразу выбивай, я помню данные. Это не доработка наших спецслужб, потому что информация, от этого уходи из штабов. Потому что, ну, личный контакт не дан, данные домашнего адреса – это, ну. Ну, конечно, мы только что услышали Захарченко. Я бы хотел услышать вас. Что вы скажете украинцам в отношении этого заявления? Переживать, не переживать? Продолжать обычную, спокойную свою гражданскую жизнь? А силам, которые нас защищают, украинским, просто больше чего духа и уверенности в себе не стоит? Кто стоит на передовой, больше духа и уверенности в себе. А что бояться? Смысл бояться. У нас война идет под названием АТО. Уже, считайте, третий рік пришел. И ничего не меняется. А когда идут угрозы, что приедем домой, будем резать, каждый высказывается по-своему. Что боитесь? А не кажется ли вам, что это инсценировка, возможно, самого Захарченко, для того, чтобы делать такие заявления и какие-то предпринимать действия, на его взгляд, уже оправданные? Как вам кажется? Возможно, может быть. Никто не знает, что у них делается в голове и как она дальше будет, как будет разгортаться дальше ситуация на направлениях, фронтах. А как вам кажется, со смертью Моторолу у кого главный козырь в руках сейчас? Кто в большей степени использует эту информацию, правдивая она или ложная, в любом случае? Ну, что больше используют они, потому что они под смертью Моторолы поднимают, что вот Украина, каратели, вот не соблюдают те же Минские соглашения. Не соблюдают соглашения, подорвали в лифте, что не в прямом столкновении, а подорвали по тихому, чтобы никто не видел, чтобы и тело не осталось. А действительно ли настолько плохо работает украинская разведка в том же Донецке? Потому что есть информация, что в общем-то это могли быть действительно украинские разведчики, которые давно работают на этой территории. Разведка работает, она работала всегда. Просто маловероятно, что тем более в охраняемом, помимо того, что его охраняют люди, по-любому, дома храняются и проверяются перед этим все. Если он же аж таки большой командир, то по-любому проверяют все. И так само перед ним идут, проверяют. Ну вот больше вопросов остается, конечно, чем ответов. Да, вопросов еще много, еще будем их обсуждать, но прямо сейчас я предлагаю нашим телезрителям Ивану, 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 послушать международные новости, которые регулярно будут выходить на нашем телеканале. Давайте послушаем. Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова Корректор А.Кулакова Корректор А.Кулакова